Ребята, всем привет! Давно не виделись! Сегодня у нас очередное видео по конструированию и сборке нашего спортивного автомобиля, нереально быстрого и невозможно дерзкого. В этом ролике будет очень много токарки, фрезеровки, потому что хочу подобрать еще кое-какие мелочи и уже полностью подготовиться к сборке задней части болида. То есть уже вместе с двигателем, вместе с цепью, вместе с вот этими вот замечательными алюминиевыми конструкциями, также ходовкой, тормозами и колесом. Но все это мы сразу не сможем сделать, надо подготовиться. Подготовил титановую болванку, чтобы делать рулевые карданчики. Если мы хотя бы одну половинку сделаем, мы уже сможем окончательно собрать рулевую рейку и продолжить собирать все мелочи гоночного болида. Чтобы собрать заднюю часть, нужно отфрезеровать подобную деталь. Вот она уже заряжена в станке, но она будет немножечко другого формата. Здесь у нас есть окно, а на второй детали должна быть площадка. Вдруг я захочу сделать задний ход гоночного болида. Это конечно интересное дело, нужен он или нет, но с ним будет явно удобнее, если где-то встрянешь, застрянешь, развернешься. Как я буду это делать непонятно. Скорее всего буду дополнительный стартер устанавливать. Ну так часто делаю. Для начала хорошо бы сделать хотя бы место под установку заднего хода. Фрезеровка будет лютая, тем более, что у меня есть теперь новый цанговый патрон. Мне задарил мой хороший друг, ребята, вот из Ростова-на-Дону. Лёха, тебе большой привет, большое спасибо. Есть патрон и есть цанга теперь. Все теперь хорошо, я теперь могу использовать свои любимые цанги, свои любимые фрезы и сейчас мы с вами будем делать как раз таки ту самую площадку под задний ход и сделать я ее хочу шаровой фрезой. Должно получиться очень красиво. очень классно работает фреза, надо беречь ее. Получается прям как на ЧПУ красота. Вот какая, ребята. Кронштейны теперь у нас есть и установлены на своем месте. Стали очень четко, но это неудивительно, сами понимаете. Все делается на станках, в том числе и на пятиосевом ЧПУ. Конструкция, если честно, очень эпичная получается. Мне нравится. Только что-то тяжеленькая какая-то. Неужели переутяжелил? Одно великое дело сделали. Теперь эту штуковину можно приконнектить к движку. Собрать дифференциал, цепь и даже рычаги и даже тяги бархатные, друзья. Все наконец-то начинает собираться в кучку. Двигатель вот рядом стоит. Но не будем и про передок забывать. Зарядил титановую болванку, сейчас будем точить. Наконец-таки дело дошло до кардана. Титан под это дело выбрал максимально жестокий. Такое чувство, что это ВТ-20. Но так как у меня есть хорошие резцы, титан обычные сверла не берут. Поэтому воспользуемся модным сандвиковским сверлом с твердосплавной напайкой. Благо оно у нас, ребята, есть и также есть приспособа, чтобы воспользоваться. Сверлки надо такие беречь. Поэтому активно использую СОЖ. Сверлю на подаче, друзья, автоматически подается сверло на деталь. Поставил минимальную. Сильно не гусарствуем. Сделал импровизированный резец и работаю. Вот так переставляем и делаем паз. Делаю за несколько проходов, естественно, по кругу. Резец удачно заточил, не зарывается, не выпрыгивает, а делает четкую стружку. Вот такую вот. Послушайте, какой он издает потрясающий звук. Недавно приобрел расточную головку как раз вовремя. Правда, там с пластинами какая-то беда. Какие-то не особо удобно варимые пластины редкие. Но ничего, пока перетачиваю те, что есть, но надо заказать нормальные. Деталь оказалась очень сложная. Не зря я ее так боялся. Сложность в основном заключается в том, что очень-очень много операций, много смен инструмента. Постоянно гоняешь туда-сюда инструмент. Надо откручивать гайку, надо перекручивать сверла и фрезы в патроны. Сейчас процедура сверления зажимного отверстия. Ситуация усугубляется и усложняется тем, что таких рогаток нужно будет сделать еще три штуки помимо этой. Но они будут алюминиевые, а эта ситуацию упрощает. И плюс сложнее всего делать первую деталь, особенно снимать ее на видео. Потому что когда делаешь то, что сам не знаешь, очень трудно об этом рассказывать. И как бы непонятно, что будет за результат, а ты уже начал рассказывать. Сверление будет с выходом в шлицевую часть. Это опять же усложняет процесс. Если сейчас, допустим, сломается сверло, это будет огромная проблема. Надо хотя бы пробить отверстие. Начало фрезеровки рогатки. Очень мягко и хорошо идет. Удивительно. Получился на данный момент пока что замечательный камертон. Звучит потрясающе. Прекрасный звук издает, ребята. Но надо продолжать его облегчать. Дальнейшая обработка будет на токарке. Сделал оправку. Поджимаем плотно центром. Точить буду пластинкой по алюминию. Она очень острая. Оттого силы резания будут меньше. Практически без усилия идет процесс. Ну и финал максимально убираем лишнее. Неужели эта деталь сейчас будет готова? Я не верю в это, ребята. Давайте эту штуку рассмотрим повнимательнее, какая получилась. Это плот двухдневной работы без перерыва. Если еще учесть, что я делал приспособу для нарезания шлицов, то можно сказать, что она мне вылилась в 3-4 дня. Но зато какая, друзья, смотрите, штука. Мне нравится. Она титановая, она весит 70 грамм, легкая. Есть хорошие шлицы, которые супер плотно. То есть, смотрите, они почти туда не вставляются. Дело в том, что я их уже прессом пробовал гонять туда-сюда. Наполовину загнав, я понял, что я буду именно прессовую посадку делать, потому что она, мне кажется, в данном случае более качественной, чем когда, знаете, вот так зажимают болтиком. Дело в том, что болтиком шлицы зажимать не очень правильно, потому что там работает, грубо говоря, пару шлицов вот здесь. Может быть ещё что-то там натягивает. Но почти все шлицы не прижимаются, когда мы болтиком затягиваем. То есть изначально должно быть там всё качественно, чтобы хороший был натяг. Я изначально так и планировал, но этот болтик у меня будет как фиксатор работать. А так я буду сажать на прессовую посадку и плюс локтайт. Крестовую я, естественно, тоже пробовал туда пихать, но пока рано запрессовывать. Вот видите, она просится, прям просится. Но здесь есть натяг где-то в одну-две сотки. Я думаю, этого достаточно. Сильно большой натяг не стал делать, потому что мало ли вдруг потом плохо крутится будет. Тут она вроде бы как особых люфтов не имеет. Напишите в комментах, ребята, нравится ли вам, когда я так упариваюсь. Потому что, честно говоря, я вот думаю, может быть перегибаю палку. И кстати, да, вот эти резьбы для того, чтобы фиксировать колпачки. То есть можно их либо стопорными кольцами фиксировать, как обычно на карданах, но тогда эта штука будет гораздо больше. Либо вот так болтиками, как китайские карданчики. Ну и вот не прошло и три года. Прошло примерно всего лишь два года и мы уже можем собрать рулевую рейку полностью. Потому что основная и центровая деталь у нас готова. Мало того, она уже выставлена по центру. То есть здесь не просто так надо все делать, друзья. Надо учитывать все мельчайшие нюансы. Сейчас мы подсмажем подшипник и все остальное. Хорошенько нужно смазать, друзья. Это строго обязательно. Ладно шарикоподшипник. Он здесь довольно-таки большой, но подшипник скольжения мне совершенно не нравится. Не знаю, как долго он будет ходить и не знаю, какая там втулочка, но надеюсь нормальная. Я здесь немножко усовершенствовал наконечники, поставил резиновые уринги. Они сглаживают удары. То есть если резко крутить рулем туда-сюда, чтобы меньше было ударов на рулевую рейку. Сейчас будет самая главная процедура. Нужно правильно заправить рога. Нужно рейку выставить по центру, чтобы вот эта штука, рогатина была перпендикулярна. С первого раза обычно это сделать не получается. Поэтому сейчас мне придется поколупаться немножко. Смотрите, как все совпадает. Здесь у нас вот так. Здесь равные промежутки. Этого я очень долго добивался. Нужно было все выставить и нужно было правильно вставлять шлицы. А перед этим вообще надо было подумать об этом, что это нужно сделать. Иначе бы вообще ничего не получилось. Ребята, если бы оно вот так стояло, мне кажется, это было бы неправильно. Так что все нужно планировать заранее. Смазки, я думаю, жалеть не стоит в данном случае. Я же думаю, если я закручу сейчас эту гаечку и повторю так несколько раз, то, наверное, маслице проникнет внутрь. Да, ребята, изначально не хотел, но думаю, сделаю защитные чехлы. Плотненько идет. Мне кажется, люфта вообще не будет, уплотнилась. То есть оно прям с таким усилием, ребят, таким нехилым. Ух, как хорошо пошло дело. Ну что ж, продолжаем дальше. Так получилось, что теперь резинки цепляются за борта. Здесь есть два пути решения. Первый путь это сделать домики более высокие, чтобы отодвинуть рейку подальше от корпуса. Ну а второй путь фрезернуть корпус. Ну и от слов к делу. Сниму всего лишь 5 миллиметров. Этот бортик, он не такой уж и значительный. Нужен в основном для прикручивания носа. Ну под прикрутку я оставлю мясо, так что все будет нормально. Сейчас могут сказать, эх, испортил такую вещь. Ребята, я же сам ее и проектировал, так что я ее мог бы изначально по-другому спроектировать. Получается довольно аккуратное углубление. Заточил по хитрому фрезу. Теперь она умеет делать вот такие канавки, друзья. Уже начинаю потихонечку подготавливать к вкладыванию этой детали в монокок. Это небольшое углубление, порядка 0,3 миллиметров. Будет удерживать деталь, то есть будет более сильно скреплять ее с карбоном. Процесс идет потихонечку хорошо. Можно даже быстро процесс запускать. Если делать быстро, появляется риск, которая еще благоприятнее влияет на адгезию. Ну и здесь немножко доработок. Не без этого. И так десятки раз туда-сюда, туда-сюда закручиваю, откручиваю, закручиваю, откручиваю, пока не получится что-то хорошее. А по-другому самодельные вещи, к сожалению, не получаются. Никакое ЧПУ, никакое 3D моделирование не помогает. Сделать сразу, все продумать это невозможно. Рейка хорошо стоит и все вроде бы работает. Правда туговато как-то, ребята. Мне кажется, надо бы, чтобы полегче крутилось. Но я думаю, приработается. Зато нет никаких люфтов. Это реально новая рейка. Все здесь хорошо. Вручную крутится за карданчик. Значит нормально, наверное. Никогда не имел такого опыта, поэтому точно не могу сказать. Когда поставим руль, когда поставим на колеса, будет все понятно. Сейчас пока вот оставляем как есть и делаем дальше. Сейчас моя цель замерить межцентровое расстояние между карданчиками желаемое. Желаемое где-то 29 сантиметров. Берем болванку и обрабатываем. Это уже не титан. Здесь будет немного попроще, полегче. Волок по всем законам физики у нас будет пустотелый. Тем самым мы уменьшаем вес, не снижая прочности, потому что на кручение середина не работает. Работают только наружные слои металла. Нужно просверлить на глубину 320 миллиметров. Дюраль в сверлении далеко не титан, а потому много времени не отнимает. Титан надо было бы полдня просверливать. А тут вуаля, 300 миллиметров. Можно делать фрезеровку. Зажал в тисочки, ребята, вот так по-наглому и поставил с двух сторон кмд. Для жесткости и для выравнивания. Идеально параллельно поверхности стола. Стол очень точный. Жесткости хватает, ничего не пищит, не дребезжит. Металл обрабатывать очень приятно. Кмд у меня старые. Чтобы зря не лежали, не ржавели, пользуюсь ими постоянно. Во всех удобных случаях. Ступенька, надо еще раз в серединку проходить. Реально дело быстрее идет. Так что в этом видео еще и вал под крестовиной будет. Пришло время тяжелой артиллерии. И она реально тяжелая. Одно деление здесь 5 микрон. Что-то мне кажется, ребята, что ушки какие-то хлипкие, поэтому я захотел их проверить. Выточил спецоправку, которая очень плотно внутрь заходит. И с помощью тензодатчика сейчас проведем испытание. Сделал отметку на прутке, равную половине руля. И сейчас будем крутить, вертеть, смотреть, что получается. Какая нагрузка. Сделал все по-быстрому. Вот он руль. Сейчас будем пробовать давить. Наверное комично все это выглядит, но я обязан попробовать. На всю надавил. 48 килограмм. Моща есть, ребята. Подтянул болт. Давайте еще пойду на рекорд. 55 килограмм. Я думаю, с таким усилием никто никогда не будет рулить на этом болиде. Во-первых, я стоя стою, першись ногами, во-вторых, очень близко и со всей дури давлю. Такого не будет никогда. И все, как показала, практика выдерживает. 67 килограмм. Но это, ребята, еще не все. По большому счету, это была экстремальная эксплуатационная нагрузка. Теперь нам надо проверить на максимум. То есть дать 2-3 нагрузки и посмотреть, выдержит или нет. А теперь дадим испытательную нагрузку и посмотрим. Так тяжело. Как я тогда дал так много? 100 килограмм есть, что-то хрумтит. Дам еще. 150, ребята. Все, я думаю, больше нагрузки я не смогу дать. Это уж извините. 150 килограмм. Почему так много? Ведь мой вес не 150 килограмм. Рычаг, ребята, здесь длинный рычаг, здесь короткий рычаг. Вот, умножается примерно на два с половиной. Вот считайте, плотно хорошо крутится, видно, что пруток согнуло. Вот, но тут не разбило, это очень хорошо. Выяснил, что хрумтела. Хрумтела древесина, она тоже промялась. Если здесь у нас была 150 килограмм нагрузка, то вот здесь два, три, четыре, пять, еще в два раза больше, где-то 750 килограмм. Довольно внушительно и все выдержало, ребята. Все выдержало отлично. Запрессовал и смотрите, что у нас получается. Вполне настоящий кардан, красота, конечно. Долго я этого боялся, но вот сделал. Нельзя бояться, друзья, надо брать и делать. Теперь у нас рулевое управление готово примерно на 70 процентов. Все крутится, все вертится. Жесткость, я думаю, все-таки нормальная здесь вращение. Но поставим рулёк, там посмотрим. При установке рейки на свое место тоже все достойно выглядит. Карданчика хватает, чтобы вращаться в упор. Дальше я не хочу поднимать эту ось. Но стопорнулись мы с вами на том, что надо же продолжать дальше делать рулевой механизм. А чтобы его дальше делать, надо что-то решать с подвесом. Прежнее решение мне что-то уже не очень нравится. Оно хоть и шевелится и выбирает угол, но дырка маловатая. Выжался я как-то конкретно с этим видео, ребята. Но есть и радость, что рулевой механизм наконец-таки сдвинулся. С мертвой точки. И уже есть какое-то понимание, что делать дальше и что получается. В следующем видеоролике мы скомпонуем все, абсолютно все, что у нас есть по гоночному болиду. Производить запчасти особо, наверное, не будем. Будем весь ролик собирать, собирать, собирать и собирать. Потому что деталей очень много. Нужно все собрать в кучу, посмотреть, как это выглядит, ребята. Чтобы был, так сказать, задел, было настроение двигаться дальше. Потому что такой крупный, трудный и довольно-таки долгий проект очень трудно тянуть, чтобы не было выгорания. Ребята, получается, приходится все время как-то себя поддерживать, как-то себя подстегивать в настроении. Ну, главное, что вам нравится, ребята, так что работаем дальше до талого. Постараюсь делать до того уже, пока он полностью не соберется. Ну, по крайней мере, до ходовых испытаний. Потому что там еще очень много всего надо будет испытывать, разные виды. Ой, аэродинамики, господи. Зачем я во все это ввязался, ребята? Ну вам нравится, я надеюсь? Ну если нравится, поддержите лайком. У меня на этом все. Всем пока, до новых встреч. Скоро увидимся.